Hey, what's up, дорогие друзья! Я сегодня буду советовать вам крутые подкасты для разных уровней английского языка Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom Меня зовут Мэй, и мы начинаем! Сейчас немножко поясню для тех, кто не знает, что такое подкасты Вы вообще существуете? Если да, то дайте там знать в комментариях Не стесняйтесь, мне просто интересно сколько людей реально не знает, что такое подкасты В 21-м-то Ладно, садитесь, буду объяснять Если вкратце, то подкаст это такой болтологический формат потребления медиа когда один или больше человек просто обсуждают какую-то жизненно важную тему ну или просто прикалываются, почему бы и нет Это в общих чертах Подробнее узнать, что такое подкасты вы можете в гугле Он для этого существует Почему подкасты? Почему вообще подкаст удобен? Почему кто это слушает? Подумайте вы Подкаст удобен Вы просто надеваете наушники и он может вам скрасить путь домой поездку в машине ну или просто может стать отличным фоном для ваших повседневных дел Короче, скрасит вам одиночество Но как это относится к нам На самом деле подкасты это суперинструмент для тренировки восприятия языка на слух Если говорить про английский то тренировка восприятия английского на слух восприятие разговорной речи не говоря уже о какой-то новой лексике и прочих плюшках все это вам могут дать подкасты на английском И если вы сейчас меня такие слушаете и думаете, ладно-ладно, ты там болтай я все равно узнаю, что мой английский не дотягивает до понимания подкаста Короче, если вы думаете, что ваш английский a little bit даже не дотягивает до понимания подкастов то я вам сейчас докажу обратное Слушайте дальше Если вы к этому моменту еще не подписаны на наш канал то бегом это исправлять кнопочка там внизу и параллельно нажимайте еще на колокольчик чтобы вовремя получать такие вот полезные и интересные видео А если уж вам нашего YouTube-канала оказалось мало ну вдруг вы нас очень любите то подписывайтесь на наши соцсети Facebook, Instagram и Telegram и получайте еще больше английского и меня Так вот, для тех, кто только-только начал учить английский это, скорее всего, значит, что при прослушивании подкастов у вас в голове мартышка бьет тарелками то советуем вам начинать с русско-английских подкастов И нет, в этом вообще ничего стыдного нет В таком формате вы гораздо проще и гораздо быстрее сможете научиться воспринимать английскую речь Первый подкаст Учим английский с don't speak В этом подкасте выпуски в формате уроков Уроки эти проходят на русском языке с применением английских словечек и при этом объясняется грамматика Ну и дополнительно там еще рассказывают про фишки по эффективному изучению английского Выпуски здесь длятся по 20-25 минут и при этом они сами выходят не так часто так что вы можете просто себе в копилку сохранить все, что у них уже выложено и чтобы вот так вот потихоньку осваивать английский Короче, это что-то вроде наших уроков на YouTube только в формате подкаста И, кстати, если бы вы хотели учить английский вот в таком же удобном формате, но только вместе с нами то считайте, ваше желание уже исполнено потому что у нас есть свой подкаст и он так и называется подкаст про английский Там сейчас есть все выпуски с нашего YouTube-канала только в аудио формате и значит, если вам какая-то тема непонятна или вы хотите ее лучше запомнить то у вас будет возможность несколько раз ее переслушать Ну и просто наша цель там это помочь вам в изучении английского языка и объяснять правила в простой и доступной форме В общем, ссылочка вас будет ждать в описании Обязательно подпишитесь потому что вас там ждет очень много всего полезного и интересного Прокачивать свои навыки восприятия английского по подкастам это, конечно, хорошо но еще больше и видимый результат даст общение на английском Это своего рода такие экстремальные условия когда нам нужно напрягать слух чтобы понять, что говорит собеседник И как замечательно, что у вас есть где такое практиковать на онлайн-уроке английского с преподавателем по Skype в EnglishDom Там вы один на один с преподавателем будете общаться в целый урок то есть целый урок будете слушать и говорить Это просто идеальное условие чтобы прокачивать разговорные навыки и параллельно тренировать восприятие английского на слух Ну и кроме очевидного плюса в общении вы еще и можете заниматься где угодно дома, в кафе, в парке, где пожелаете И больше никаких тяжелых, пылящихся учебников ведь все необходимые материалы есть в цифровом учебнике ED Class Ссылку для регистрации вы найдете в описании к этому видео или же вот здесь вот подсказка Так что вперед улучшать свой английский А еще по секрету, при покупке любого пакета обучения вы получите 4 урока в подарок Это я просто делюсь с вами информацией А теперь вперед! Так, а для тех, кто более уверен в своих силах мы для вас подготовили подкасты полностью на английском но такие специальные, обучающие чтобы вы могли и учиться и параллельно проводить время с удовольствием Первый подкаст в таком списке это Six Minute English от BBC Этот подкаст создан с обучающей целью Там двое ведущих сидят и рассуждают на английском на разные бытовые темы, которые пригодятся каждому и с которыми сталкивается каждый в течение скольки, правильно, шести минут Очевидно При этом помимо аудиоматериала на сайте BBC вы еще можете найти полную расшифровку подкаста в текстовом виде то есть просто весь подкаст в виде текста а также список всех полезных слов которые прозвучат в выпуске то есть вы, по сути, к подкасту можете подготовиться заранее перед прослушиванием Ну это BBC, что вы хотели-то? И кстати, чтобы быстро переводить и сохранять понравившиеся вам английские слова которые вы будете встречать установите себе расширение EnglishDom Translator там с помощью него вы сможете в один клик просто получать несколько вариантов перевода одного слова еще и варианты использования в предложениях и после этого вы сможете также это слово сохранить себе в свой личный словарь на сайте EnglishDom и там уже сможете повторить его сколько раз захотите и когда захотите Следующий подкаст, я думаю, вам понравится он для тех, кому английская речь кажется слишком быстрой он так и называется Для начинающих в прослушивании подкастов и, в принципе, прослушивании любого аудио основной проблемой является быстрая речь спикеров и поэтому ребята из Slow American English специально говорят два раза медленнее но при этом сохраняют четкое произношение слов Материал, конечно, чисто обучающий для кого-то может показаться скучным, неинтересным но для прокачки восприятия английского самое то Далее у нас Easy Stories in English Вот этот подкаст полностью состоит из истории на английском и основная его цель это помочь слушателям начать понимать английский исходя из контекста то есть какая-то есть история и в дальнейшем все слова они уже крутятся вокруг этой истории Там, кстати, истории самые разные драмы, комедии, исторические факты иногда какие-то интерактивы но при этом всем автор гарантирует что истории никогда не будут сложными О, еще один плюс этого подкаста то, что он побит на уровне то есть там истории абсолютно для разных уровней английского языка так что подкаст подойдет не только для beginners но еще и для уровней повыше Итак, что же у нас для более искушенных слушателей на английском уровнем повыше Сначала хочу посоветовать подкаст The English We Speak Это еще одно аудио-шоу от BBC но оно еще короче, чем предыдущее длится всего три минуты Это как будто бы прослушать одну песню из плейлиста В этом подкасте тоже разбираются бытовые ситуации но при этом всем акцент здесь смещен на изучение идиом популярных выражений, сленга Основу английского он вам не прокачает но это ладно, мы же сейчас с вами для искушенных список говорим но зато вообще замечательно поднимет ваш вокууляр на следующий уровень и научит вас каким-то популярным выражением которые можно использовать в повседневной речи Ну это такие фразы как Once in a blue moon, tough cookie Жесткая печенька Ладно, шучу-шучу-шучу, это не жесткая печенька I've once had in the clouds и прочее Далее у нас Luke's English Podcast Зачем вот это хреб отца, когда я говорю podcast? Я не специально обещаю Тут вообще все интересно Luke – это преподаватель английского языка и по совместительству стендап-комик Тут уже заранее понятно, что подкасты будут интересными, да? Язык там, конечно, более сложный Но при этом искрометный юмор и подача просто все затмевает Можно слушать просто ради подачи хотя бы Ну и кроме того, это вообще классная возможность узнать как можно больше полезных слов и при этом хорошенько себе поднять настроение Еще кое-что скажу в пользу этого подкаста Luke вообще сторожила подкастов Он начал очень давно, прям лет десять назад И за это время его аудио-шоу уже несколько раз признавалось как самое лучшее для тех, кто изучает английский как иностранный язык Такая звездочка, рейтинг чуть повышается Галочку обязательно прослушать, можете себе смело ставить This American Life у нас в следующем по списку Это известная американская аудиопередача которая транслируется с 1995 года и на данный момент насчитывает уже больше 530 выпусков Рассказы и темы выпусков тут самые разнообразные По сути, это истории из жизни людей которые они рассказывают от первого лица Поэтому тут просто огромное разнообразие акцентов, языка потому что каждый спикер американец и при этом с разных уголков Америки они все собраны Каждый выпуск разбит на так называемые акты в которых проходит история По сути, театральное представление только в аудиоформате И настроение варьируется от выпуска к выпуску То есть это опять же может быть какая-то драма комедия, философские рассуждения И очень часто, кстати, выпуски связаны с актуальными событиями в стране Так что кроме полезного английского можно еще и актуальные новости найти Business English Podcast В этом подкасте, как вы могли догадаться из названия Вы узнаете про такой современный бизнес английский Вот тем, кто изучает английский именно с деловой целью Деловая цель Будет очень полезно послушать этот подкаст Ведь там как раз-таки разбирают телефонные деловые разговоры Проводят презентации, поднимают продажи И в целом говорят обо всем, что касается бизнеса Есть возможность узнать профессиональную лексику, идиомы и сленг А также услышать живой стиль деловых переговоров в английском Сами подкасты бесплатные Но если вы оформите платную подписку То это вам откроет доступ к дополнительным материалам То есть к текстовым расшифровкам аудиозаписей И упражнениям для закрепления материала Пройдемся по подкастам для самых продвинутых, shall we? Конечно, мы не могли пройти мимо знаменитого подкаста Джо Рогана Где самые известные личности раскрываются С самых неожиданных и интересных сторон Сейчас вот не стоит думать, что в этом шоу только какой-то трэш происходит На самом деле ведущий просто пытается раскрыть гостя по-новому Спрашивает его мнения об актуальных ситуациях, проблемах И периодически подтягивает его провокационными вопросами Если вам аудиоверсии будет мало То подкаст этот существует еще и в видеоформате на YouTube Там, кстати, очень интересно наблюдать за реакцией гостя вообще на вопросы ведущего Ну и кроме того, на YouTube есть возможность субтитров Там вы сможете выбрать для себя все самые интересные слова И забрать их себе в словарь Я думаю, что сейчас все уже знают про TED Мы всегда рекомендуем его как дополнительный обучающий материал Но кроме видео, TED-конференции также доступны в аудиоформате В основном тут тоже интервью, речи, которые затрагивают такие повседневные актуальные проблемы Так же, как и в видеоконференциях Значит, много интересного познавательного материала Serial Возможно, вы уже слышали об этой горячей новинке среди подкастов Аудиопьеса Serial Это подкаст про легенды По своей задумке может соревноваться с многими ТВ-сериалами К его производству подошли просто суперкропотливо Во-первых, в его основу вложили очень проработанный, детальный сюжет Во-вторых, к озвучке приглашают профессиональных актеров озвучки Ну и в-третьих, добавили аудиоэффекты, скрипы, шумы, какие-то звуки То есть это все погружает вас еще больше в атмосферу шоу По сюжету главным героем является детектив, расследующий преступление Тут много всяких монологов, диалогов, размышлений героя И, в общем, если никогда не пробовали до этого То обязательно попробуйте Ну а вообще уровню Advanced можно советовать слушать все Главное на английском, как можно больше всякого Хуже вам точно не будет Таким образом вы только улучшите свои способности Ну а если вам всех этих подкастов окажется мало То путь вам один на урок с преподавателем EnglishDom Там вы точно сможете вдоволь обсудить все интересующие вас темы И вдоволь попрактиковать свой английский Ну и урок, кстати, не только для суперпродвинутых Но и для менее продвинутых уровней тоже Хочешь прокачать английский? Иди на урок Нажимай на кнопку, которую сейчас видишь на экране И совершенствуй свой английский Друзья, поставьте лайк этому видео, если оно вам оказалось полезным А в комментариях поделитесь подкастами Которые вы бы советовали другим для изучения английского Ну а я с вами прощаюсь До скорых встреч! Bye!